здравствуйте друзья мы в сани вы или кремниевая долина вот этот домик мы сейчас посмотрим это такой архитектурный стиль так называемый айклер строили такие как бы недорогие постройки там бетон снизу бетонная подушка в этой бетонной подушке там все трубы коммуникации вот кстати напротив такой в таком же стиле домик обычно внутри еще какой-нибудь такой типа ну не дворик а так вот такое местечко сейчас их перестраивают или так скажем виды изменяют слегка и за этот вот очень скромный более чем скромный домик 150 метров за него хотят два с половиной миллиона смотрите как ну мы сейчас посмотрим вот да вот тут ведь ворота такие хозяйства о ну ладно да пошли значит вот такие ворота и мы так смотрим постройка сама по себе лучше называется из дерьма и палок но у них еще стены стеклянные зачастую делают такие но не все стены а многие света любит этот стиль до света любишь айклеры не очень участок не очень большой 6 соток всем почти значит но поскольку домик маленький он небольшой вот но участок кажется может быть более просторным чем он здесь на самом деле хотя в общем в общем и в целом участок небольшой тут что-то цветет такое запах невероятный боже как пахнет хорошо может быть не от него пробовать еще тут у соседей кусты тоже тут очень такое место все растет все цветет да ну вот такой дворик и вот отсюда кажется что такой дом протяженный но мы сейчас пойдем посмотрим в общем построек сама по себе изначально не солидно но вот здесь мы не видим больших таких стеклянных стен чего есть посмотрим вы тут нахально прям запарковались у них на драйввэе ничего страшного да вот друзья вот этот дворик фактически ведь это же эта стена и вот это вот как бы дворик она сверху прикрыта как света говорит называется отремах не дворика отрыв ну хорошо то есть фактически это как бы ну как сказать не то чтобы часть улицы ну и не особо часть дома они конечно ее тут диванчиком и на пол пастилили и так далее но в общем в общем и в целом это такая как сказать какой дворик перед банник там как хотите вы видите вот по окнам которые здесь видите да вот эти вот окна и там тоже такие то есть это как бы как внешние они не как внешне ну хорошо вот мы зашли посмотрели так тут что-то какое-то замазанные какие-то стены не очень аккуратненько все замазано по стирушки ну добавили видите да стиральная сушильная машина антресоли какие-то откид гараж мать часа это я извиняюсь а как же где же машину стоит подают то есть фактически гаража как бы нет получается да отлично отлично отчет за 20 миллион гараж то зачем так идем дальше то есть гаража нет так то чё на ножки надо здесь а мы такие мы оденем мы как в музее будем сейчас это музейный дом друзья вот так друзья облачились идем дальше заходим тут вообще сквозит да значит стена стена какая-то вот ну бетонные такие плиточки да никакая стена они так между нами так пальцем конечно протыкать не надо ну хорошо большая комната видите стеклянные стены да вот они стеклянный такой потолок кафедральный кассидром такой вот ну да пол а пол я думаю более-менее новые вряд ли это пол возраста дома хотя кто его знает не скажу на нем какие-то дефекты я вижу может быть он не такой новый так что тут у нас тут у нас ну сами понимаете такое странное помещение где не разгуляться особо ну кухня кухня по нашему значит кухня что сказать гранитик не не первой свежести это это более-менее куда не шло так все такое все такое папа пользование некая до забора очень маленькое расстояние тут может метр небольшой и вот тут стеклицо да вы видите вот насквозь вот вот тут стекляшки там стекляшки вот так ну даже не конечно есть элемент такого что прям как на улице проживают можно выйти на улицу может там заходили с другой стороны вот пожалуйста вышли анкета белыми камушками там просыпали какой-то трухой это свеженькая все это это труха она через годик будет белесый такой но не берется и намного светлее чем вот она сейчас это привод приведение дома в предпродажное состояние такой элемент так ну хорошо в такой перспективе посмотрели идем дальше закрываем сеточку от мух или там комаров тут нет пчелок тоже так тут с элементами стейджинга то тут поставили для красоты картинки ведь по навешали небольшая совсем комнатушка метров эдак я бы сказал но уже чуть больше шести вот это что так по идее это спальня да ну да платяной шкаф это спаленка но как-то тут кровать не влезла ним стол поставили типа вот типа офис так идем дальше здесь четыре спальни насколько я помню по описанию так этот санузел давайте мы включим обычно когда санузле свет не включен во время опенхауза это значит что вытяжка очень громко работает но вроде так вроде нет ничего так тихонько старенькая все старенькая драненькая ой блогер так тут что еще одна такая знаете метров но может быть даже 7 хотя потолок высокий так это чуть-чуть чуть-чуть побольше но тоже довольно скромненько все довольно скромненько и что там в углу за дверь да интересно что это за что там за этой дверью который еще так безбожно открывается кстати на как она открывается эта дверь как замечательно она открывается так ну это шкафчик вот этой издержки стейджинга то есть дверь не открывается из-за этой тумбочки но даже если бы открывалась как-то даже я не знаю как-то не на ту сторону дверь так светочка просто полки 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 так ну что вот скажешь дамира что скажешь очень очень непонятная вторая спальня там они от гаража взяли его часть а вот это что за дырка вот чтобы это могло быть нишу какой-то сделать полки может да так вот здесь выход на улицу из той комнаты они сделали выход на улицу но он часть гаража это как бы спальня из двух частей что ли так что же знаешь что я тебе скажу тут пол ниже это они это достроено да вот видно вот здесь был бетон а там они вот они вот достроили достроили давай гараж стиралка ну то что могло быть гаражом да на одну машину а я понял они ребята теперь понятно что произошло у них был гараж но часть гаража вот эту часть гаража они отрезали от гаража и сделали там типа комнату вот она вот она эта комната вот то чего не хватало гаражу до молодцы какие-то хорошо пошли изучать и до мастер бедру мать честная тут какая дверь интересная мастер бедру я помню какой к вен был русский и там ходил такой типа советский дед вот и там ругался на всех и кричал попрятались тут по мастер бедру был суши на дверь я такой двери давно не видел это как вот партизанам прятаться такой лазер то ли открыл и то ли это не видать даже такое ощущение что тоже как-то достроено как-то очень неорганично неестественно услышать таким холодом поверил отсюда до оттуда повеяло холода будет точно так вот такая ванна типа джакузи блогер типа ютубер так ну конечно тут они потихоньку потихоньку что-то добавляли каждый раз да да тут видно видно что работы производились слушай а что за этой стеклянной дверью а за этой стеклянной дверью да наверно отопление а клозет да не путайте клозет и клозет не посмотрите как в это зеркало смотреться они видимо просто вы на вы на время упрятали они как-то смотреться да да извращаться конечно извращаться идем дальше идем дальше такие бабички ходят ну что надо посмотреть на флайер светочку у нас есть флайер у нас есть флайер так смотрим что у нас тут может быть я честно говоря не вижу параметров так все так интересно мелко-мелко написано и я не вижу честно говоря ни площади ничего не вижу ты знаешь на флайере нет ни площади не не года ничего потрясающих элемента куда крышу я думаю это было на доской когда-то него а как она вели может быть выграли побили добавили его эти доски такие может можно купить такие доски ну хорошо потопали пошли пошли вот друзья вы видите что можно приобрести за два с половиной миллиона самое существенное в этом во всем светочка вот давай я тебя спрошу я правильно понимаю что здесь практически очень сложно делать какие-то достройки или перестройки потому что архитектура не позволяет то есть тут еще изменить ничего тоже толком нельзя и здесь это сарай но в этом сарае в отличие от многих других сараев такого же возраста и типа и так далее в которой мы видели раньше вы поможете сам здесь еще и не сделано никакой работы такой иногда заходишь такой сарай за счет гаража пойти в туалет на через мастер да да это это конечно там глубокие такие перемены у них вот но ну что друзья в конце концов пойдем еще что-нибудь посмотрим про мир это самое свет клином не сошелся вы хотя бы понимаете за что хотят вас плать миллион